Sejam bem-vindos! Ano saulo do português! Добрый день! Добро пожаловать на урок португальского языка! Сегодня мы рассмотрим употребление глаголов ser и estar. Оба глагола обозначают быть, но употреблять их нужно в разных случаях по-разному. Давайте рассмотрим глагол ser. Глагол ser употребляется в случае, когда мы хотим указать на приобретенное или постоянное качество существительного, а также национальность, профессию и семейное положение. Например, sol russo, я русская, лишь bua linda, lissabon, красивый, el akazanu, он женat, nos som zamegush, мы друзья. Глагол ser также употребляется в таких случаях, как sol ua luna, я ученик, sol turista, я турист. Да, в этих утверждениях нет ничего постоянного, но в них глагол ser указывает на то, что вы есть или кто вы есть. Ser в сочетании с предлогом de обозначает владение, происхождение. Например, Давайте теперь рассмотрим употребление глагола estar с похожим значением быть. В отличие от глагола ser, который, как мы уже убедились, используется при обозначении постоянного признака, глагол estar употребляется при описании временного состояния или условий действия и места. Как мы видим, в обоих случаях данным глаголам передается состояние временное. Мы устали или я голоден. Это состояние, которое пройдет. Сравните такие фразы. Они португальцы, они опаздывают. В первом случае это их национальность, приобретенное качество. Во втором случае они опаздывают. Это качество, которое временное. Вот другие примеры. Она умная. Это ее постоянное качество. Но она простыла. Это то состояние, которое обязательно пройдет. Так же, как и глагол ser, мы можем использовать глагол estar для обозначения места. Например, Они находятся в Москве. Но заметьте, что в данном случае мы используем предлог en. Помните, что с глаголом ser мы использовали предлог d. Одним словом можно сказать так. Для обозначения места нахождения мы используем предлог en, а для указания на место рождения мы используем предлог d. Пусть это будет вашей подсказкой. В следующий раз, когда вы увидите предлог en, вы будете использовать глагол estar. Если же стоит предлог d, то он должен быть использован вместе с глаголом ser. Теперь я предлагаю вам самим перевести предложение с русского языка на португальский, используя новый материал. И обоснуйте свой выбор. Предложение на перевод. Здание высокие. Банк закрыт. Они в ресторане. Суп хороший, но холодный. Он женат. Мой дом очень большой. Давайте теперь сверим ответ. Здание высокие. Уж придешь сау, аутуш. Мы используем глагол ser, потому что здания были построены такими. Это их постоянное качество. Банк закрыт. У банку штаб фишат. Банк закрыт только сегодня, но завтра он снова откроется для своих клиентов. Они в ресторане. Они в ресторане только сейчас. И, как мы уже знаем, с предлогом «ень» мы всегда используем глагол «штар». Суп хороший, но холодный. Особое «бо» – масштафрия. Суп хороший. Это его постоянное качество. Именно таким вы сделали. Но в данный момент он остыл. В первом случае мы используем глагол «сэр». Во втором – глагол «штар». Он женат. Л-э – казан. Как мы знаем, для указания семейного положения мы используем глагол «сэр». И, наконец, мой дом очень большой. А меня каза – э-грат. Так же, как и в случае со зданиями, дом был построен таким, поэтому это его постоянное качество. На сегодня наш урок закончен. С вами была я, Ирина Голованова. До скорых встреч онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok